С благословенной пятницей, уважаемые единоверцы! По милости Всевышнего нам довелось встретить очередной светлый и благодатный день, которому пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего, относился с большим почтением. В преддверии пятничной молитвы пророк, мир ему и благословение Всевышнего, особое внимание уделял чистоте тела и одежды, а также подбору благовоний. Передается слов Сальмана Аль-Фариси, да будет доволен им Всевышний, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сказал «Если человек совершит в пятницу полное мовение, очистится так тщательно, как только сможет, смажет волосы или умастит тело теми благовониями, которые найдутся у него дома, после чего отправится на пятничную молитву и не будет расталкивать сидящих рядом в мечети, и помолится столько, сколько предписано ему Аллахом, а потом будет хранить молчание, когда станет говорить имам, ему обязательно простятся грехи, совершенные им между этой и предыдущей пятницей». Общеизвестно, что от самого пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего, исходил очень приятный аромат, а нас, да будет доволен им Всевышний, передают. Ни запах амбры, ни благоухание мускуса не могли сравниться с запахом, исходившим от тела посланника Аллаха, ни парча, ни атлас не могли сравниться с мягкостью рух пророка. Если кто-то из его близких предлагал пророку маститься благовониями, он, мир ему и благословение Всевышнего, никогда им не отказывал. А нас, да будет доволен им Всевышний, передает. Пророк, мир ему и благословение Всевышнего, никогда не отказывается от благовоний. Посланник Всевышнего сказал, «Тот, кому предложат благовония, пусть не отказывается от них». Супруга досточтимого пророка Мухаммада, мир ему благословение Всевышнего, Аиша, мощала его любимыми благовониями перед каждым коллективным намазом и встречей со сподвижниками. Аиша, да будет доволен ею Всевышний, говорила. Я умощала пророка, мир ему благословение Всевышнего, лучшими благовониями, какие только он мог найти, пока не видела, что от этих благовоний его волосы и борода начинали блестеть. Наряду с внутренней чистотой, гармонией, совершенством, этичности и тонкость наших внешних проявлений могут оказывать самое прямое влияние на сохранение гармонии и взаимопонимания в обществе. Да поможет нам Всевышний сделать наши внутренние и внешние проявления истинными украшениями в нашей жизни. Мира вам и вашим близким, милости Всевышнего и Его благословения. Субтитры создавал DimaTorzok Победителям будут вручены ценные призы. Также все участники получат памятные подарки и дипломы. Подробная информация на сайте новостей с сайта Московского Исламского колледжа теологии и права www.mictip.ru и на личной странице ректора колледжа Рината Фасхудинова в Инстаграм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова